Сыну знаменитого актёра Василия Ливанова предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Эта новость стала для всех шоком и разделила жизнь семьи Ливановых на до и после. Казалось, что судьба сына русского Ширлока Холмса, Бориса Ливанова, была предопределена с самого рождения. А теперь вместе с сыном мы идём смотреть Дубровского. Мой сын назван в честь деда. Маленький Борис Ливанов. Четвёртое поколение нашей русской актёрской фамилии. Суждено ли ему продолжить семейную традицию? Кто знает. Впервые Борис появился в кино, когда ему было всего пять лет. Зрители увидели его в роли беспризорника в культовом сериале «Приключения Ширлока Холмса и доктора Ватсона». Что-нибудь ещё, джентльмены? Одну сигару на всех, сэр. Курить вредно. А спустя 18 лет он сыграл бакалавра Самсона Караско в фильме «Дон Кихот возвращается». Молодой, талантливый. Тогда он уже был студентом одного из лучших театральных вузов страны. Тебя что, не радует, что перед тобой учёный-бакалавр, получивший награду Соломанского университета? Я рада. Рада. Никогда ещё не видел, чтобы так горько плакали от радости. А ещё через 13 лет Борис Ливанов оказался за решёткой. Но в той трагической истории действительно очень много тёмных пятен. Сколько раз, уже находясь в колонии строгого режима, он прокучивал в своей голове, зачем поехал к своей, на тот момент уже бывшей жене Екатерине Хрулёвой. Что стало причиной конфликта и почему он ничего не помнит. Пока он боролся за жизнь в тюрьме, на свободе родители Бориса боролись за его единственную дочь Еву. Её мама, та самая Екатерина, страдала от алкоголизма и была не в состоянии заботиться о дочери. Сегодня Ева живёт вместе с бабушкой и дедушкой. И вместе с ними она почти пять лет ждала возвращения из тюрьмы своего любимого папа. И он выжил. Благодаря её письмам и рисункам, на которых папа и дочь снова вместе держатся за руки. Сегодня Борис Ливанов признаётся, несмотря на то, что своё наказание он отбыл, та трагическая история – это боль, от которой он не избавится никогда. Не хочу произносить это затёртое слово «эксклюзив», но он действительно впервые готов рассказать об этой самой страшной странице своей судьбы. «Судьбы человека», «Судьбы Бориса Ливанова». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Вот наконец мы встретились. Наконец мы встретились. Позволите? Да. Здравствуйте. Вы похудели за последнее время? Спасибо вам большое. Да, я похудел. У меня был как-то вес 120 килограмм. Вот я помню по картинкам только видел раньше. Да, я был очень мил в этом весе. Мне так всё нравилось. Я просто хотел кушать, я больше ничего не хотел. Когда становишься худым, начинаешь задаваться вопросами мироздания, политики. А так? Если о мироздании, то для вас оно растало из семьи, из династии. Да. Это только один из таких вот домашних реликвий, если можно так сказать. Актёра советского кино Борис Ливан, это ваш дедушка. Да, спасибо. Это от нашей семьи вам подарок, потому что мы услышали, что вы готовите передачу о кумирах советского экрана. Да. И вот этот раритетный журнал, один из немногих, который остался, мы с удовольствием вам дарим, как бы в передачу отцелаем этим. Спасибо большое. Да. Далёкие, близкие, мы ждём вас всей семьёй на этой программе, чтобы действительно прожить судьбу тех, кто сами уже рассказать не могут о себе, судьбу тех, кого уже нет с нами. Вот Борис Ливанов, ваш дедушка, действительно такая легенда. Я не хочу говорить такие общие слова, тем более вам, потому что для вас какая-то легенда, дедушка в первую очередь, да. Да, я, к сожалению, его не застал. И дело всего в том, что он умер в 1972 году, я родился в 1974. Но вот такой журнал, мы сейчас не можем его найти, потому что у нас на даче был ремонт. Вот на таком журнале мой дед написал Борису от Бориса, 1973 год. Стоп. 1973 год, это вы уже родились? Нет, он был уверен, что я... А я родился на год позже, а он умер за год до этой даты. Как будто послание предсмертное. То есть он, да, сделал такое послание в будущее, поэтому, когда этот журнал найдётся, это может быть... А он сыну говорил, чтобы Борисовым назвали внуков? Он не говорил, он считал, что так и будет. У нас вообще Ливановы, они считают, что так и будет, и так и происходит. Это вот такая фамильная черта. Вы, кстати, где-то сказали про актёрскую, свою актёрскую. Профессию, что это вам мама как-то сказала фразу о том, что один Борис Ливанов уже был, и он уже всё прожил. Да, дело всё в том, что почему-то так получается, что жизнь меня отталкивает от кинокарьеры или какой-то театральной карьеры. Я снимал первый фильм такой серьёзный, был замечательный по сказкам Успенского. И дело в том, что мы перерасходовали бюджет, не дошли до озвучания, фильм смыли, и, короче, он не вышел. Фильм сейчас, 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 здесь вот здесь. Это вот это, не влезая, убьёт. Вот пропуск на эту картину, да? Да, пропуск на эту картину. Вот это пропуск на радио, я работал 16 лет. А вот это пропуск на Мосфильм. Такие вот ещё тогда древние были пропуска. Мы её снимали. И мои родители решили, что, возможно, от того, что Борис Ливанов уже один есть, то мне нужно взять псевдоним какой-нибудь, там, Борислав или ещё что-нибудь. В общем, эта игра продолжается в моей семье уже лет 20. Поставьте, пожалуйста, Шерлок Холмс. Вот эта сцена, где лучший Шерлок Холмс мира, ну, это уже, если сама королева вручила папе... Вселенной, можно сказать. Никто не опротестовывал это ещё. А вот вместе с папой в кадре... Не буду вам предварять, вы сами посмотрите, может быть, узнаете там Бориса или нет. Добрый день, джентльмены. Мы нашли его, сэр. Мы нашли его. Краснорожье в коричневом пальто. Да, он в коричневом пальто. Молодцы. Это тебе новые инструкции, Хиггинс. Слушай, сэр. А теперь получите гонорар. Спасибо. Спасибо, сэр. Спасибо. Что-нибудь ещё, джентльмены? Ну, сигару на всех, сэр. Курить вредно. Видите, какой я худой? Это от курения. Вот этот мальчик в чёрном кетелке, это вы? Да. Вам здесь пять лет. Да. Вот такое было общение между отцом и сыном, когда отец известный актёр. Вместо там футболов и каких-то ещё. Ну, вообще, какое общение у вас было? Вот там мы живём рядом. И, наверное, моё детство прошло там же, где и ваше. Ну, Тверская и переулки. Я знаю, что, ну, совершенно особый мир, наверное, в котором вы жили. Вашей первой любовью была дочка Виталия Соломина. Виталия Солина, да, это был первый роман, момент съёмок, да, я уже считал себя, да, она, да, это Настёна, да. У нас была замечательная дружба, я решил, что я влюбился в пять лет. Я помню, я на даче в каком-то укромном уголке начал ей объясняться в любви, очень страстно и горячо. Долго рассказывал, да, в пять лет, как я её люблю. Закончил, она решила меня поцеловать, я отпрянул, не понимаешь, что она хочет сделать. Ну, это, ну, вот, и потом это, как бы, такая пятилетняя любовь переросла просто в хорошую дружбу. Ну, мы стали взрослые, как бы, всех образовалась своя жизнь. Она прекрасно танцевала в Моисеевском ансамбле, насколько я помню. Сейчас тоже уже взрослый человек, мама и так далее. Но вот это первый был такой... Первое чувство. Да, любви, да. Я и сейчас её люблю очень. Да. Вот здесь... Да. Это уже студенческий билет, уже студента Щуки. Да. Да, я не ошибаюсь, да? Да. Нет, а, театр Вахтангова, да. Да, театр Вахтангова, это один из, да, видимо, двух, потому что я два раза поступал, два раза учился. Щукинское училище было выбрано, потому что там учился отец. Я, так как был очень молодой и горячий, мне очень хотелось бурной какой-то жизни, я написал заявление и ушёл под удивлённый вид преподавателей. Но на следующий год опять поступил, чтобы четыре года отучиться на актёрском и закончить высшие режиссёрские курсы. Я хотел быть режиссёром. Но отчислили вас, я не знаю, из Щуки, как с жёсткой формулировкой, без права восстановления. Да. Было бы как бы празднование Щукинского училища очень большое, было бы куча народу, и все были навеселее, в общем, в принципе. И кто кому что сказал, непонятно. Но вдруг организовалась драка, чудовищная совершенно. Вот. И как бы я оказался в эпицентре этой драки со своими товарищами. И как бы решили, что это моих рук дело, и решили, что хватит со мной связываться. Этот фильм, про который мы заговорили, «Не влезай, убьёт», но фильм не вышел, к сожалению. Нет, жаль, да. Хороший сценарий. Был фильм Виталия Соломина «Охота». Когда Виталию Мифовичу Соломина спросили, почему он выбрал вас на эту роль, он ответил, потому что вы жертва. Да, ну, что-то похоже. По жизни жертва. Нет. Что вы потом много, спустя годы вспомнили эту фильм. Ну, я не считаю себя жертвой по жизни, это было бы странно. Но это как бы просто образ такой лирического героя, который обязательно должен погибнуть, потому что он такой хороший. Ну, как же иначе? Тем не менее, у вас всё равно, несмотря на такие роли, уже всё равно было вот это внутреннее чувство, что вы не актёр. Я получаю массу удовольствия, когда репетирую, например, меня приглашали ставить отрывки, мои друзья, актёры, чтобы я со стороны посмотрел. И для меня это самое большое удовольствие, которое можно от профессии вообще театрально, актёрской, режиссёрской получить. То есть я могу показать, я могу подсказать, у меня как бы работает воображение, какое я сделал. Потому что есть масса трюков актёрских. И все эти трюки вам пригодятся, вы будете использовать даже, даже когда отправитесь в Лондон учиться. А чего вас родители туда отправили? Для того, чтобы выучить язык. И язык я должен был выучить для того, чтобы поехать в актёрскую школу в Йорке, где фехтование, верховая езда, актёрское мастерство. И вернуться в Россию уже, значит, с языком и с навыками, которым в профессии пригодятся. Я просто там взвыл, потому что с ними невозможно общаться, они дико все скучные. В результате я сказал, что я просто не могу, просто я совсем не люблю Англию. Прям совсем. Я даже говорить на этом языке не хочу. Родители, может, отчет хотели здесь вас оградить? На полгода, это не на месяц, это что-то... Ну как, они... От армии, но как бы... Дело в том, что я вернулся и просто поступил в Щукинскую училищу уже в 92-м году. Вот это первый раз было. Вот. Прямо из Англии. Поэтому нельзя сказать, что это какое-то ограждение. Потом я поступил в 93-м году в Щукинскую училищу. Потом я перевёлся в АМХАТ вольнослушателем, но я там не задержался. Боенкомат за мной охотился, но я всё время был в институте. То есть они только собираются меня взять, он опять поступил. В результате они так разозлились, что они потеряли вообще моё дело. Поэтому я не попал в армию. Кстати говоря, может быть и зря. А в какой момент и как уже... Вот вы стали обретать другую профессию. Вот эту профессию. Да, это вот, кстати, и кис. Он чем интересен, что он подписан актёрами, актрисой, которая согласна с этим костюмом. Есть какие-то наброски сбоку руку Андрея Александровича Гончарова. Вы стали всё больше уходить в это? Ну да, я делал, да. Я готовил какие-то эскизы ещё. Да, ну так и осталось, это увлечение. Но я потом переключился на создание каких-то персонажей из фэнтези, всякие морки, тролли, гоблины и так далее. И про армию при этом вы сказали, что зря не пошли? Жалели? Правда жалели, да? Я думаю, что да. Потому что я так на себя сейчас смотрю, я был, в общем-то, неуправляемый совершенно. Мною нельзя было руководить, я не признавал никаких авторитетов. Отец был авторитетом? Ну, отец был авторитетом, конечно. Но дело в том, что он не пытался мной управлять. Он считал, что нужно показывать пример себя самого. Потому что таким примером для него был дед. Дело в том, что отец мог ходить в Амхат и смотреть спектакли Бориса Николаевича Ливанова. А я-то видел только съёмочную площадку. Отец не стал играть в театре. Потому что ему просто было некогда, у него была замечательная кинокарьера. Поэтому я, как бы, пример отца для меня, это пример Ливанова-писателя. Того, кто написал мой любимый клоун, Агния, дочь Агния. Совершенно замечательные вещи. И как писателя я абсолютно его признаю и уважаю, может быть, даже больше, чем актёр. Потому что я знаком с писателем Ливановым, на самом деле. Просто знакомым. Вы иллюстрировали его книгу. Вот, книга, детская книга Василия Ливанова. Дед Мороз и лето. А иллюстрации ваши? Да, это напомню. Знаете, как классно. Я, в общем, всю свою любовь к папиным сказкам сюда вложил. А вот тут есть этот рассказ «Кролик с капустного огорода». Вы потом мультик целый сделали по этому. Это был первый опыт семейной работы. Семейная работа. Да, потому что я написал сценарий. Мама выступила как художник-постановщик «Союз мультфильмов». Это кто-то делает кукол. И сказка была папина. Вот как бы мы все втроём сделали сказку. Как-то всё так складывалось. Всё так как будто само ушло в руки. И успех, и востребованность. И семья, и любовь. Детское всё мультяшное. И рисунки, и радость. И вы говорили такую фразу. Но при этом я всегда знал, что в моей жизни будет очень серьёзное испытание. Интуитивно чувствовал, что мне придётся пройти через какую-то заваруху. Возможно, через войну. Знаете, что интересно? В детстве я сделал себе заказ. Выглядеть с 40 годами мужественным, суровым мужиком, у которого на лице шрамы, за плечами тяжёлый жизненный путь. Да. А сейчас вам сколько? Мне практически 45. 44. Я недавно посмотрел в зеркало и понял, что я мечтал об этом в 5 лет. Я прямо увидел. Я думаю, зачем я это желал? Зачем мне это надо было? Но как бы заказ оказался исполненным. Вот вам, пожалуйста, физиономия, и вот вам, пожалуйста, биография. Судьба человека. АПЛОДИСМЕНТЫ У этой самой точки, когда, казалось бы, всё шло хорошо, начинается ваше бесконечное путешествие в жуткую биографию, про которую вы говорите. Символично, что одна из последних, работающих в прежней той жизни, которую вы отбрасывали, как сгоревшую ступень ракеты, была телепередача. Вы её ввели на телевидении. Год, ну что-нибудь, как самая середина 90-х или начало. Да, да, 96. Так и называлось, бесконечное путешествие. Вот судьба, продюсер программы «Судьба человека» в своё время была продюсером программы «Бесконечное путешествие». Хотела открыть вас... Это браво ей. Открыть вас всей стране. А вы через три программы передумали. Но, как всегда, я решил, что у меня так всё хорошо. Что у вас всё хорошо, и вы оставили... Я решил, что я не хочу быть телеведущим. Это были первые ток-шоу. Я думаю, зачем я буду известным актёром и сниматься в фильмах каких-то великих. Дэн Кихот, давайте посмотрим фильм, в котором вы снились вместе с Джигарханьяном. До рождения вашей дочери. До ещё одного такого грандиозного поворота вашей судьбы. Значит, по-твоему, сеньор Кихано собирается стать странствующим рыцарем? Санчо, да не приснилось ли тебе всё это? Но дело решённое. Но это страшная тайна. Поэтому никому ни слова. Само собой. А когда всё это произойдёт? Мы хотим пойти... Не-не-не-не, не могу. Не-не-не, не могу. Не могу, не могу. Я не могу, не могу, понимаешь? Не могу. Это произойдёт секрет. Да, жаль, что мне приходится отлучаться из нашей деревни. Кажется, я пропущу много интересного А что я тебе говорил От этих учений От не огорчения И при этом вы говорите Моя главная ошибка И даже беда в том, что я с детства Считал своим долгом продолжить династию Но я ощущаю себя актером А все прочее Писательство, поэзия, живопись идет попутно Но вы говорите, что ошибкой Считали выбор этого актерского пути Ну нет, я не считаю ошибкой Потому что дело все в том Что актер Это диагноз В творческой семье У всех как бы этот диагноз творчества Мы живем в этом воздухе И мы в принципе ничем другим Особо заниматься не можем Мы должны как-то что-то создавать В основном создавать что-то хорошее Но и создавали бы Когда бы не начало сбываться То ваше какое-то пророчество самому себе О том, что вы должны пройти через Какую-то жесткую передрягу Началось Началось, казалось бы, с радостного события У вас дочка родилась Да Ваша Ева Да А до этого вы встретили ее маму Катю Да А это как раз был момент Моей такой депрессии тяжелой Потому что вдруг В 98 году Все, что на меня сыпалось Как из рога изобилия Вдруг прекратилось Ни предложений, никаких Ни ролей, ничего Ни особо ни денег Ни отношения в семье Вдруг ухудшились То есть все, что для меня Казалось естественным Оказалось, что мне до этого Просто чудовищно везло Я столкнулся с жизнью Нормальных, обычных людей И у меня началась депрессия А Катя очень позитивный человек У нее как бы характер Фокстерьера Который никогда не уснает Ей все весело Ей все нравится И она, в общем-то, меня Из этого состояния Как бы такой Рефлексии чудовищной Она меня вытянула И потом она забеременела И родилась дочь Потому что для меня Никогда не стоял вопрос Это никакого аборта Не могло бы быть Это так нельзя Потому что я абсолютно уверен Что за все За это придется отвечать Может быть даже в этой жизни И расплата будет За все, что мы делаем Поэтому она родила И у нас чудесная дочь Которая снялась Кстати, уже как актриса То есть она, получается Пятое поколение Актерской династии Ливанова Катя, да Катя, что там Не было такого Что вы так Полюбили ее Она не видела Ни в чем Ничего плохого Вообще Совсем Вообще ни в чем Она клинический оптимист И, кстати, то, что Ева не слышит На нее очень сильно Конечно, повлияло То есть она Она не могла Отшутиться Ева родилась С диагнозом Каким? Ну, двухсторонняя Глухота Полная глухота? Да, она не слышала Ничего Она не слышала А, сейчас Сейчас мы сделали Кохлеарную имплантацию И она как бы Такой редкий вид Неслышащих людей Она двухязычная То есть она нормально Говорит Как бы Просто нормально А как такое И плюс Она говорит жестами И читает по губам Жестами А кохлеарная имплантация Помогла хоть сколько-нибудь? Ну, конечно Это делается Искусственная Как бы улитка Старается В общем, так Полная И она стала слышать? Да, она слышит Она слышит И разговаривает Когда Много лет спустя С вами случилась Вот эта беда Вы оказались в тюрьме Эта ночь И так далее Когда Катя стала бывать На ток-шоу Рассказывать про то Что ей не дают Ваши родители Видеться с Евой Когда Вся страна Увидела Катю Пьяной Что с ней случилось? Это был совершенно другой человек Когда человек Очень оптимистичен Могут События Какие-то Случиться Которые Она не может В это поверить Она не может Поверить В то, что У ребенка Сейчас уже Этой проблемы Глухоты У ребенка нет Она уже общается Но был период Когда для нее Это был как бы шок Очень сильный шок Она просто потеряла себя Потому что она не могла У нее это Как все схемы Сгорели Внутри Человек, который Так любит жить Он не может Как бы понять Как выкрутиться Из этой трагедии И тогда И алкоголь появился Ну да Мне пришлось Забрать Еву И уехать Потому что Как бы Образумить Тут уже было невозможно Класть Тоже нереально Никуда С ней выпивали? А что еще Можно было делать? Я всю жизнь выпивал Я выпивал с друзьями Мы играли на гитарах У нас были Я выпивал Самое смешное Я выпивал столько же Сколько все И в институте Я выпивал столько же Сколько все Но видели Опять пищут меня Все стоят Вдрызг пьяные Я чуть-чуть под шафе Говорят О Али Иванов Смотрите Ах Ну точно Почему? Ева родится Практически сразу Вот как вы Через сколько После знакомства Сказать? Ну мы Считайте Мы познакомились На Новый год 98-99 А Ева родилась В 2002 То есть Ну мы Дело в том Что мы встречались Я уезжал на дачу Что-то писал Работал Потом приезжал А как папа с мамой Катю приняли Катю? Ужасно И меня это очень Радовало Радовало? Ну конечно Почему? Ну потому что Когда ты молодой человек Ты находишься В конфликте С своими родителями Ты как бы считаешь Что ты уже повзрослел И ты должен все решать сам И потом мне надоело И в конце концов Я делаю что-то хорошее И на меня никто Не обращает внимания То есть я Снимаюсь в кино Это как норма То есть я веду Телепередачу Это тоже Ну и ведешь Телепередачу Хорошо Мы все тут Заслуженные артисты Народные художники И так далее То есть это не вызывало Никакой реакции Которая возможно Мне была нужна В качестве поощрения Понимаешь? То есть если как бы Привлекать внимание Тогда буду привлекать Другим способом Тогда появилась Катя У всех сразу Олсы поднялись Осыпались там Стойте, стойте Да Вам было важно и нужно Это внимание мамы с папой? Ну конечно Ну потому что Ну да А что я собственно говоря Тогда из кожи вон лезу Если на меня внимания Никто не обращает С моим братом Поступили в полностью Противоположном способе Что бы он ни делал Это было хорошо Его не трогайте Оставьте его в покое Он чем-то занят Коля чем-то занят В результате Вот Николай Васильевич Стал Он закончил в ГИК С красным дипломом Он младший брат Да А он родился Вам сколько было? Десять лет Я его нянькой Я приписан был В его няньке В десять лет Так я так понимаю Что в десять лет Ваш характер уже вполне проявился Может быть родители Уже так вкладывались в него Поняв что вас где-то Упустили Потеряли Можно да Возможно Я всегда хотел познакомиться с миром Потому что я жил в тепличных условиях Я все время стремился Узнать Докопаться Как бы до сути вещей Как живут люди Кто-то хочет яхты и машины Кто-то идет туда В тот мир Кто-то идет В другую сторону Я как бы дошел до дна Другой стороны Все Я все это изучил Мне стало неинтересно Дошел до дна Другой стороны Об этой жизнью За колючей проволокой О том Как вы там оказались Что вам там Открылось Какие Строки Я прочитаю То что вы писали оттуда Своей дочери Вот Об этом Впервые Кстати сказать На телевидении После того Как вы Освободились Впервые Об этом Через парт Натрекламу Борис Леванов Это судьба человека Судьба Бориса Ливанова. Вы до сих пор так и не помните, что произошло в ту ночь на 1 января 2009 года, если не ошибаюсь, после которой началась та самая передряга, самая страшная в вашей жизни, которую вы себе когда-то в детстве предсказали. Нет, абсолютно. У меня этот кусок изъят. Началось с того, что я просто проснулся в отделении милиции, а так как... Я как-то посмотрел на карту метро и понял, что я во всех отделениях милиции побывал в городе Москвы. Я говорю, ну, очередное отделение милиции. Я вышел, мне говорят, а ты зачем человека-то убил? Я говорю, потому что шутка идиотская какая-то. Я говорю, что? И оказалось, что по моей вине, косвенно, не косвенно, в случае драки, самообороны, либо чего-либо, человека одного не стало. Один выжил, другого не стал. Ситуация такая мутная, что нам нужно было что-то делать, что-то было решать. Поэтому я просто по факту признал это. Я не признал своей вины в том, что я совершил какое-то преступление. Потому что это как бы была драка. И я ее не признал до конца, этой своей вины. Вашей дочке Еве тогда было уже который годик? Ну, 6 лет. 6 лет уже ей было. Она жила, я правильно понимаю, с Катей больше даже, да? Или с вами? Ну, она жила и как бы и на пятидневке, и с бабушкой, и с дедушкой, и с Катей, и со мной, потому что я в то время жил с другой барышней, с нами. То есть она как бы кочевала по всем. А в вашей жизни была другая женщина, Наталья? Да. Уже вы с Катей расстались? Да. Она была Евин-сурдопедагог в детском саду, который так случилось, что моя бабушка вдруг умерла, а дом ее как раз был напротив специализированного детского сада. Я жил год с Евой один, вот Наташа, вот, и там с ней познакомился. Я водил Еву, я был отец-одиночка. И Наташа приходит в вашу жизнь. Вы ее полюбили? Да, это было, ну, это было, да, это все-таки была любовь. И вот, судя по этой фотографии, я вам хочу сказать, что самую, наверное, большую ошибку, которую мы сделали, это все от незнания христианских законов. Она стала крестной матерью Евы. Ух ты. Да. Наташа стала крестной матерью дочки Евы. Она с ней занималась. Ну, да, священник узнал, что мы, как бы, в общем, в гражданском браке, он сначала побледнел, потом позеленел, потом сказал, что ну а что теперь делать, когда уже все случилось. Слушайте, да, ведь нельзя, ну, нельзя с крестной матерью ребенка, она не может быть твоей женой. Ну, вообще нельзя, нельзя связываться с религией, плохо зная законы и последствия. Нельзя, собственно говоря, сожительствовать собственной кумой. Нельзя, да. И в результате мы через 4 года, вот так получилось, что, как бы, из-за идиотской ситуации я не собирался возвращаться к Кате. просто, как бы, я случайно увидел, я случайно оказался в том городе, в котором я не был 4 года. Я совершенно случайно оказался в той компании. Ну, это вы про что? Потому что в эту злополучную ночь новогоднюю вы вдруг снова оказались с Катей, вы с Катей праздновали. Ну, да, как бы, да. А почему? Ну, дело всего в том, что Наташа, сурдопедагог, очень хорошо известный, как бы, в научном мире, в мире слабослышащих там детей, прекрасный, но это наука, это не область, как бы, творчества, это разные, понимаете, территории. И у нас, на самом деле, было не так много общего. Вы решили вернуться к Кате, которую вам я там оказался как-то так. Вот как-то вот, вот я как-то вот открыл глаза, я уже там. Опять. Понимаешь? Подождите. Закусывать надо. Понимаешь? Тогда не будет происходить. Да, дальше, а мне стало так стыдно, на самом деле, что я идиот, мне просто стало стыдно, чудовищно перед Наташей. Я решил, что я пережить не могу этого стыда. Я позвонил Наташе, сказал, ты знаешь, мне кажется, что наши отношения зашли в тупик. Не понимаешь, что мне теперь делать? Я опять тут в химках, опять... Все вот это веселье. Знаешь? Она говорит, ну ладно, что делать, да. Ну и тоже это все скучновато уже было. У вас столько затянулось и углубилось веселье в ту новогоднюю ночь, что у вас реально до сих пор стерто все, да? Вы не помните. Ну я толком не могу ничего вспомнить. Я как бы... У меня нет деталей. Я поэтому, может быть, и не понимаю. То есть, может быть, если бы я мозг блокировал, чтобы я с ума не сошел. Те показания, которые я читал, и то, что говорят судьи, это как бы... Говорят, что это была самооборона. Говорят, что вообще непонятно, он ли это был, был ли это я. Понимаешь? То есть, там вообще непонятно, что происходит. А кто погиб? Какой-то парень взрослый. Вы его знали лично? Я его не знал. То есть, вы увидели на этой новогодней вечеринке первый раз? Да. А вам потом рассказали, что, собственно, случилось? Что за заваруха? Кто кого ударил? Как это было? Ну хотя бы со стороны вам описали? Там было разные, разные свидетельства. И то, что это была драка, и то, что как бы... Вообще-то я у него... Какой-то нож у меня был в левой руке, это правый. У вас нож был? Да, у меня был нож в левой руке, а правый я его бил. Какой-то свидетель из встречной площадки. Это был ваш нож, или вы откуда-то? Если человек идет кого-то зарезать, зачем он правша будет держать тоже в левой руке? Понимаешь? Пока ты говорил, что я там говорил, что это и самооборона, что я отнял этот нож. Я тебе говорю, история мутная, но она в смысле того, что она кончилась. Мне очень жаль, что как бы наши пути с этим парнем пересеклись, как бы. А он погиб от удара или от ножевого ранения? Он погиб от того, что он был настолько... у него было такое количество промилле алкоголя в крови, что кровь не сворачивалась. То есть, если бы он был бы трезвый, это было бы порезвое. А дело все в том, что так как она не сворачивалась, она была как, конечно... Она текла, и текла как бы внутрь какой-то рано. И все. И от этого как бы он и погиб. Уже там в реанимации спустя какой-то время. Это очень трагично. Это на самом деле как бы трагедия. Ничего с этим невозможно поделать. Вернуть нельзя. Если можно было бы вернуть, этого бы, конечно, не произошло. Как звучал ваш приговор? Причинение... Смерти понятной оружием. Телесных повреждений, повлекшие собой смерть. И в эту секунду, когда это прозвучало, когда вам назвали, какой срок вам... Мне сначала назвали срок, по-моему, 10 лет за убийство. Потом сказали, какое-то убийство, если он его знать не знал. Потом переквалифицировали статью эту в другую. Родители наверняка на суде, да, тоже были? Были мамы с папой? Они были, да. И журналисты были, и родители были. И каково это слышать? Все вот на глазах полумира. И мамы с папой рядом. Вам, человеку, который вот жил совсем другим детством. Да я... Как бы 10 лет, да. Но ты уже находишься в тюрьме. Ну, понятно. Осознание того, что 10 лет пройдет в тюрьме, а оно же у тебя этого нет. Ну, как бы 10 лет, да. Дальше надо что-то делать, надо что-то решать. Надо писать какие-то письма, взребовать каких-то пересмотров дела и так далее. Ну, так, в общем-то, это как бы произошло и свершилось. Вот. Письмо, которое вы писали уже оттуда. Из колонии. Это была колония строгого режима. Пишите и рисунки рисуйте. Привет, моя любимая, прелюбимая умница и красавица дочка Ева. Спасибо тебе за письма и рисунки. Я их всегда читаю с большой радостью. Очень скучаю и очень хочу тебя увидеть. Но для этого надо, чтобы мама Катя отпустила тебя ко мне с бабушкой Леной и дедушкой. Катя не отпускала? Катя ее забрала, да. И они как бы бодались все с Катей по поводу Евы, потому что Катя хотела воспитывать ее как бы по-своему сама, потому что был период времени, когда я ее забрал у Кати. Вот. И Еву туда-сюда дергали. В общем, ничем как бы хорошим это не кончилось. А вы когда-то, когда Ева только появилась на свет, вы не спрашивали себя, почему это... Так часто родители спрашивают, почему это с нами произошло, почему у нас родилась такая девочка, которая родилась глухой. Почему? Такое бывает иногда по медицинским причинам. Например, когда и пьющие родители тоже... Она родилась по медицинским причинам, потому что, когда Катя была беременна, было такое средство, запрещенное, значит, к употреблению, в одном проценте случаев, дающее глухоту. Новорожденную. Так, так. И как раз Ева попала в этот один процент. Я не знаю, что там, почему мы это применяли, какое-то лекарство, да. Зачем она пила? Нет, это медики укололи в роддоме. Понятно. И это в момент того, когда это лекарство было запрещено. Мы хотели выяснять, но потом как бы уже было без толку, потому что, ну, что делать? Искать их все, что с ними делать? Вы пишите, дочки, сам я смогу отсюда уехать только через три, в скобочках три прописью, с половиной года. Это еще столько же, сколько уже прошло, плюс еще один год. Время летит быстро. По фотографиям вижу, что ты растешь, моя любимая. Твоя фотография, это где ты сидишь около каменного фонтана. Самое главное, не грусти. Ведь когда грустно, время тянется очень медленно. А нам с тобой надо поскорее увидеться и обняться. Сходи с мамой в театр мимики и жестов. Так. Это театр для глухонемых. Вы же, я прочту, да? Можно я прочту, как я это писал? Если бы я так писал, то все бы рыдали. Ну, и что? Что в эти моменты? Сходи с мамой в театр мимики и жестов. Я очень надеюсь, что ты, когда вырастешь, станешь там актрисой. Для этого пригодятся и твои занятия. И танцами, и твой веселый характер. Еще нарисуй мне, пожалуйста, что такое Калифорния, которую ты любишь кушать. Я совсем не представляю, что это. У меня все хорошо, только очень скучно. Всегда тебя очень люблю. Твой папа. АПЛОДИСМЕНТЫ Вас привезли в эту колонию. А где вы сидели? В Ростыш. Город Ростыш. Кем вам поначалу этот мир открылся? Что за люди там? Где? В колонии? Да. Они знали, кто вы, вашу фамилию, вашу семью? А что? Там не важно, кто ты. В смысле, там не важно, кто ты в плане того, кто твои родители. Там важно, кто ты есть сам. И что ты из себя представляешь. И ты либо как бы помогаешь общему выживанию, либо нет. Я работал там в клубе, и потом я работал там в санчасти. А что надо было делать в клубе и в санчасти? В клубе нужно было создавать программу, готовиться к Калине Красной. А вот у нас сохранилась. Да, вот программа, да. Это, что это, программка, да? Да, это вот. Программа выступления коллектива осужденных ФКУ и К-8 для отборочного тура фестиваля Калина Красная. А, вы говорите, там самое главное, это кто ты есть. На самом деле, кто ты есть. Там человек, все от тебя отлетает, у тебя больше ничего нет. У тебя только стержень, вот есть и все. А вы сами себе, в собственных глазах, вы начнете лучше себя самого понимать, кто ты есть? Я там понял, кто я есть. Я там понял, что я могу, что я не могу. А что вам там открылось про себя самого? Что не зря меня в детстве били. Меня готовили. Меня отец как бы всю жизнь готовил именно, наверное, именно к этому воспитанию. Потому что трагедия была бы, если бы меня, идиота, зарезали на лестничной площадке, понимаешь? А не в ходе драки, я выжил какой-то. Вот в чем дело. Я попал туда, куда стремился попасть, и увидел то, что я хотел посмотреть. А с папой, с мамой вы все это время как общались? Они приезжали к вам туда? Да, они приезжали. Есть телефонные звонки уже, сейчас есть какая-то скайп-конференция, уже можно общаться. Да, они приезжали, мы как бы общались некоторое время. Как они держались? Ну, они-то, они думали, что я нахожусь в каком-то одище вообще. Понимаешь? Такие, а, как ты-то? Да нормально, я только что это сам делал, что-то. Чего? Понимаешь? Я говорю, привет, рад вас видеть. Я занят, просто, да давайте, что-то, что-то случилось, что-то, ну-ка, и что там? А папа все это время использовал свое имя, связь, возможно, пытался сделать хоть что-то, чтобы облегчить ваш быт, там, чтобы сократился срок, в общем, ходатайствовать, обивать пороги и так далее. Нет, ничего не делал, был адвокат, который просто заставил пересмотреть это дело, и все это было как бы решено. Я должен был сам там двигаться. У меня там как бы был выбор, да, очень важный, который я должен был совершить. То есть, или, ну, как бы, примыкать к людям, для которых криминал, как бы, это профессия, либо заниматься тем, что я умею. Ну, мне 35 лет, ну, какой из меня молодой, стремящийся бандит? Зачем я там нужен? Нафиг я там в таком качестве нужен? Если я могу помогать клубу, совершенству, делать какие-то интересные программы, еще что-то, то есть, как бы, заниматься тем, чем и занимать, развлекать людей. Я выбрал этот путь. Больше того, в это самое время, вы продолжаете работать, писать, вы продолжаете издаваться, на фестивале, вот в этом, вот золотую видите, вы получаете вот этот диплом за свои стихи. Да, вы сидите в тюрьме? Да. Вам папа привозил новость о том, что у вас диплом? А папа мне привозит книжку, говоришь, вот видишь, вот твоя книжка вышла. Я говорю, блин, спасибо. Я вообще-то сам хотел сидеть в магазине «Москва» и подписывать их всех. Понимаешь? Спасибо, что издали. Раньше нельзя было до того, как я сел, помочь ее издать. Вот тебе подарок. Я говорю, зашибись подарок. Спасибо большое. Я видел, поскольку мы, я вам еще раз говорю, соседи с Василием Борисовичем, как он постарел за эти годы. Резко сдал. Думаю, что и страдался. А вы когда-то с отцом говорили на эту тему честно и прямо вообще вот про ваши с ним отношения? А что у нас отношения? Про ваши отношения с родителями? Это мой отец, я его сын. Ну, каков поп, таков и приход. Все нормально. Я как бы был в ситуации, в которой стало ясно, кто я такой. И как бы воспитывал меня или не воспитывал. Превратил себя в мужчину или не превратил себя в мужчину. Или сдался я, или не сдался. То есть Ливанов я или не Ливанов. Ливановы не сдаются не потому, что это очень... Мы не умеем. Ну, мы не умеем сдавать. Надо тысячу раз надо было сдавать. При этом, при этом, вы знаете, что все это время они бились за вашу дочку, за свою внучку, за Еву. Да. И, собственно, весь мотив прихода той же Кати и ее мамы на телевидении, это было в том, что вот дочку оставили бы с ней. Да. И, Василий Борисович, я знаю, что это очень остро переживал все, что происходит. Но так или иначе, Ева росла с мамой, с папой, да? Вот как здесь, да? Ну, да, потому что, да. Вы вышли по УДО, условно-досложное освобождение. Насколько раньше срока? Я должен был отсидеть 8 лет, отсидел я 5 лет и 8 месяцев. За все эти почти 6 лет в тюрьме Наташа хоть раз появилась у вас, ваша Наташа Сурдова. Я не хотел никого видеть. Я понимал, что мы отношения наши кончились в принципе и как бы можно было на это не надеяться. То есть я не выходил из тюрьмы, знаешь, в предвкушении 6 дней встреч. Я понял, что дай бог у нее будет своя жизнь и вроде дай бог она как бы случилась. Но вам надо было выйти и узнать о том, что Наташа уже живет совсем другой, что она вас не дождалась. Ну, я как бы предполагал, что так и будет. Для меня это было облегчение, потому что мне бы ей пришлось бы объяснять, что тебе надо жить другой жизнью, наверное, все-таки. А, то есть это не вот так. Она не ждала, мне это же было понятно. Но это же, это чувствуешь, если человек ждет, он делает какие-то другие поступки, пишет письма, приезжает, понимаешь? Меня ждала там Катя, которую еле утащили от колонии. Катя? Да. Штурмовала ворота колонии одна. Ей нужно было со мной увидеться, ее дарят еле от волок. Понимаешь? Ну, как бы вот. Ужас. Поэтому, как бы, ты знаешь, разница между тем, кто как бы ждет, кто не ждет. то, что с вами произошло, это круговорот ада, в котором ведь правда, ведь по-хорошему, ну, правда, в котором дна. Вы сами сказали, я хотел нащупать это дно. Да, но дело все в том, что, как тебе сказать, есть как бы яхты, да, алмазы, золотые унитазы, понимаешь? И есть как бы пайка еды, деревянная кровать и так далее. Как бы, ну, в принципе, это... Хотя, с другой стороны, может, вот так. Может быть, яхты и золото, это дно. Да. Духовное дно. Конечно, конечно. Да я счастливый человек. А потом, может быть, что сделало вас окончательно счастливым человеком? Это приход в вашу жизнь женщины. Да. Только сейчас, к 45 годам, вы вот произнесли фразу, что я счастливый человек, и рядом с вами женщина, которая ваша. Мария Голубкина, я про нее. Да. Я бы не посмел так уверенно это сказать, если бы она сама недавно здесь сидя не сказала про вас, что вы по-настоящему ее человек. Вот об этом, через пару минут рекламы, об этой встрече. Большое спасибо. это судьба человека, это судьба Бориса Ливанова. впервые. Впервые после освобождения из тюрьмы вы открываете все, что вам пришлось там пройти, о многом молчите. Но и о том, о чем молчите, это тоже судьба. Вы же художник. И хороший художник. Кроме всего прочего. И эта картина написана еще до приговора. Эта картина написана Пикассо. Это моя копия. Копия Пикассо. Да. Если бы я был бы такой художник, я бы, наверное... Вы сказали такую фразу, что вот всему свое время и эту книгу, вот эту вашу книгу, вы бы хотели, где есть ваши картины, вот они здесь, вы художник по костюмам, и вот все эти картины, и ваша графика, и ваши стихи. Вы бы хотели это увидеть все много раньше. Глядишь, по-другому все сложилось. Но ваши родители, мама с папой, это тоже отношения. Они, пока вы были в тюрьме, эту книгу издали и хотели вас порадовать. Да. Ты заснула, мирно дышишь, день, следы на берегу. Я люблю тебя, ты слышишь, в сне твоем к тебе бегу. За дождливым майским утром ждет нас мокрая Москва. Холодно и осень, будто вновь вступившая в права. Обещай мне летней ночью темной у костра сидеть. Дай мне слово, только точно. Никогда не умереть. Это кому вы написали? Ну, они как бы написаны все никому. С одной стороны, с другой стороны, если возникает настоящая любовь, тогда ты понимаешь, кому ты это все написал, для кого и зачем. И что ты хочешь как бы передать. Недавно Мария Голубкина, известная всем, сказала похожие слова про вас, как про что-то очень настоящее, что случилось в ее жизни, здесь, в судьбе человека. А вы ведь знакомы много-много-много лет. Ну, нет, мы знакомы, как бы, мы познакомились очень давно, потом на огромное количество лет расстались. Да, вот это фотография, характеризующая наши отношения, в общем, в принципе. Уже после освобождения вот вы вышли. Ну, это да, вот мне отвинчивают голову за очередную дерзость какую-то. Любовно. У нас прекрасные отношения, невероятно сложные. И я жертва домашнего насилия еще к тому же. Теперь, да. Вот вам нравится. Мне нравится? Ну, как сказать. У нас должна была быть фотосессия в одном журнале глянцевом. И мы пошли, а я что, я нервничал, потому что, ну, это как бы профессиональный, я же понимаю, что это прекрасная актриса. То есть я как бы свой уровень, это высшая лига, а я из какой-то этой самой самодеятельности народной появился. И я что-то психовал, психовал, ей надоело, и она мне дала коленом под зад. Ну, она, у нее второй взрослый разряд по конному спорту. То есть она с конями привыкла общаться. И попала точно в копчик. У меня так шея на два сантиметра сразу вылетела вперед. Я перестал психовать как-то. Просто очень все болело потом, когда сидеть. В фильме «Небо и земля» вы ее увидели, да, давным-давно? Да. Как бы я знал, что это как бы жена Николая Владимировича, Фоменко, группа «Секрет», как бы замечательная и так далее. И как бы счастливая семья. Я просто ее отметил, она стала как-то моей любимой актрисой, потому что она очень точная. и она очень и очень глубокая. И она на самом деле клоун, только единственное, что клоун наимудрейший человек, конечно, все-таки. Для того, чтобы быть клоуном, надо быть мудрецом. Да. А как уже вы встретились в этой вашей новой жизни после освобождения? Как вы встретились? Мы стали переписываться, но дело в том, что Маша не любит писать. Просто в соцсетях? Да. Вы ей написали просто? Да. Она выложила какой-то ролик с Андреем Александровичем Мироном, какой-то смешной этюд. Я написал, что замечательно, что вот это вот актерское пропадает. Как бы актерские какие-то трюки, они забываются, потому что их нужно как-то передавать. Она просто взяла позвони и номер. Она не пишет толком. Она не нравится. Долго, тяжело, очень много энергии. Послушаем саму Машу Голубкину, что она говорит о вас, о наших отношениях. А потом появилось другое, недавно уже совсем, про Бориса Ливанова, когда стали говорить, что вот семья. Ты знаешь, как ни странно. Как ни странно. Семья не семья, но это любовь. Это сын Василия Ливанова, кто не знает. Да, с трагической такой личной историей тоже. Он сидел в тюрьме же какой-то. Да, он в колонии строгого режима. Я им горжусь. Зайка. Да, это на самом деле я его очень люблю. Это правда. Но жить мы вместе не можем. И это тоже правда. Потому что я просто... Он говорит, ну а что такого? А я знаю, как будет. Понимаешь? Да. Ну я его и так люблю, мне и так хорошо. Ну что, я могу же любить и так, и издаля. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорил, что Ливановы не сдаются, да, потому что не умеют, да. Кажется, я это уже упоминал, да. Но я могу сказать одно. Мне понадобился весь мой опыт жизненный, включая колонию строгого режима, не в последнюю очередь, чтобы просто ее внимание привлечь и хотя бы какое-то время удерживать. Весь. До последней капли. Поэтому я благодарен судьбе, потому что без этого она просто меня бы не заметила. Любовь нечаянно нагрянет. Да. Когда ее совсем не ждешь. Да. Это она, Любовь. Да. А мама с папой знают уже? Да, у них прекрасные отношения с моей мамой и с папой замечательные. Вы совсем... Вообще, я могу вот что я скажу, что то, что Маша Голубкина, Мария Андреевна Голубкина сказала, что это любовь, и она меня любит, это моя самая большая награда в жизни. Сказала тогда, когда вы произносили страшные на самом деле слова. Что? А что ты делал в жизни, кроме того, что веселился, заводил романы, пел вместе с друзьями под гитарой и при этом все время хотел мирной и тихой семейной идиллии? Мои друзья говорят, что у меня интересная жизнь, не знаю, не знаю, но скучной мне никогда не было. Это страшный вопрос, когда в конце всего при стольких дарах, талантах, сил, здоровья, сколько у вас было, вы такую фразу представляете, а что ты сделал в жизни? Ну да, потому что предстоит еще много чего сделать. Моему отцу 83 года, он только что закончил работу как режиссер-постановщик над большим художественным фильмом «Медный всадник России». Самый старый режиссер на планете работающий. У нас есть, у нас есть трагмент, поставьте, пожалуйста. «Медный всадник» «Медный всадник» «Медный всадник» Это кадры не фильма со съемочной площадки. Это не то, как будет выглядеть картинка, но тем не менее, оператор Николай Немоляев, которому тоже за 80, Геннадий Гладков, которому за 80 ты написал прекрасную музыку к этому. Поэтому как бы вопрос... Надо себе задавать вопрос, что ты как бы сделал, когда тебе 44, да, понимаешь? Но дело всего в том, что на самом... В этом фильме у папы снимаетесь вы, ваша дочь. Еще одна... Мама работает над костюмами, как бы работала, помогала сейчас. Сынолаживаюсь. Да. Если бы вы нынешне могли обратиться сегодня к себе самому, как то письмо, которое вы писали своей дочке из тюрьмы, написать письмо самому себе, только вот этому молодому парню, который только начинает свой путь. Конечно, еще ничего не знает, что его ждет. О чем вы предупредите, что посоветуйте, от чего отвадите? Может, о чем-то конкретном в жизни? И этому молодому человеку, как бы я бы сказал, вставайся в Англии, идиот. Я бы там остался и получил бы какое-то образование. И уже как бы то время, которое я здесь потратил, когда здесь был какой-то хаос непонятный, вообще не 90-е, вот эти лихие, неизвестно что, я бы там проучился и вернулся бы в нормальную страну, и, возможно, все бы встало на свои места. Я же не управляем. Да, и все сложилось бы по-другому. Конечно. Возможно бы, я бы сразу бы поехал к Марии Древней Голубкиной из Англии. Сразу. Лучше поздно, чем никогда. Да. Да. Это была судьба человека, судьба Бориса Ливанова. Все? Спасибо вам большое. Спасибо.